Рада познакомиться. Я тоже очень рада знакомству. Ее зовут Анна Делли или Анна Сурокин. Она либо немка и наследница крутого состояния, либо нищая. Это милая девушка в очках, героиня сериала Netflix «Изобретая Анну». Не обращайте внимания на качество картинки. До американской тюрьмы кинокамеры еще не дошли. Мне кажется, всегда выигрывает правительство. В 17-м году Анна была арестована по шести обвинениям в кражу услуг. Она обманом летала на частном самолете. Жила за чужой счет в роскошных отелях Нью-Йорка И брала огромные суммы в кредит в суперкрутых американских банках. Она обманом попала в высшие круги нью-йоркского общества И едва не выкупила роскошное здание на парк-авеню, В котором хотела построить свой фонд с галереей, поп-ап-магазинами, ресторанами, баром и пекарней. Анна Делли – шедевр, девки! И пусть они все идут на... А еще Анна Делли – русская. Это вкусно! Открой бесплатный счет для бизнеса в Альфа-банке И получай деньги за любые действия по счету. Возможно, вы не знаете, но у вас много поклонников России, в основном среди девушек. Так что я решила сделать апдейт или обновление о деле Анны Сорокиной, Которой я питаю нежнейшие чувства еще с 2017 года. Как вы думаете, благодаря чему вы стали так популярны в России? Не знаю, только ли в России так. Мне кажется, просто у женщин со мной больше общего, чем у мужчин. Я думаю, дело скорее в женском опыте, чем в географической принадлежности. А вы как думаете? Почему девушки в России любят меня? Не скажу за весь мир, но в России людям нравится история о мошенниках, которые что-то там мутят, хитрят. Вы знаете, у нас есть национальный герой, Остап Бендер. Вы знаете, кто это? Остап Бендер никогда никого не убивал. Его убивали, это было, но сам он чист перед законом. Я не херувим, у меня нет крыльев, но я чту уголовный кодекс, это моя слабость. Нет, не знаю. Обязательно погуглите после нашего разговора. Это практически национальный герой. Это персонаж книги очень известных писателей, писателей классиков, Ильфа и Петрова. Этот парень, он настоящий герой в этой книге. У него есть своя правда, но он обманывает, как дышит. Но это положительный как бы персонаж. Как вы думаете, почему людям нравится история о всяких мошенниках, о всяческих хитроумных планах? Мне кажется, здесь есть что-то от истории об аутсайдерах. А также здесь есть что-то от Робин Гуда. Я не пытаюсь сказать, что у меня были исключительно благородные намерения, но мне кажется, людям нравятся истории, в которых аутсайдеры выигрывают. В особенности, если это преступление против какой-то могущественной организации или против истеблишмента. В этом есть немного злорадства. Вы думаете, аутсайдеры выигрывают в подобных ситуациях? Ну, например, вы идете против системы, как в афере Томаса Крауна. Помните этот голливудский блокбастер про парочку, которая украла картину из большого музея? Они тоже были своего рода героями. Как вы думаете, аутсайдеры реально выигрывают в подобных ситуациях? Я думаю, что это очень редко им удается. Мне кажется, всегда выигрывает правительство. И людям это не нравится, верно? Я думаю, нет. Иначе они бы... Это ведь голливудский фильм. Я не думаю, что они хотели бы пропагандировать беззаконие. Это было бы практически пропагандой преступности. Они четко дают понять, что все это весело до поры до времени. Но люди должны знать о последствиях. Мне кажется, именно этот мессендж они пытаются донести. Иначе все бы этим занимались. Вы знаете историю о Саймоне Леваеве? Также известном как Тиндер Суиндлер. Когда я увидела фото Саймона, он мне сразу понравился. И я решила свайпнуть вправо. Я тоже познакомилась с ним в Тиндере. Его отец был алмазным олигархом. Частные самолеты, классные тачки. Потом он сказал, хочешь быть моей девушкой, свайпнем вправо. Миллионы. Такая же фальшивка, как и Саймон. Да, я о нем слышала. И что вы о нем думаете? На самом деле, мне кажется, что он ужасен. Я не вижу никакого сходства, хотя я знаю, что меня сравнивают с ним. Наверное, все это из-за фильма «Нетфликс», который вышел практически одновременно с фильмом «Обо мне». Почему он вам не нравится? Что в нем кажется вам таким плохим? Мне кажется, он просто хищник. Это все равно, что обманом выманивать деньги у пожилых людей. Он ведь сознательно выбирал своих жертв. Он ведь мог выбрать кого-то другого. Думаю, это и делает его отвратительным в моих глазах. То, как он выбирал своих жертв. Я вас совершенно не сравниваю, но в его истории тоже есть такой момент. Он ведь обманывал женщин, которые сами были охотницами на богатых мужчин. Эти девушки хотели познакомиться с богатым мужчиной. Но он и показывал им роскошную жизнь, частные самолеты и все такое, а потом проворачивал свою аферу. Он играл на их желании найти себе богатого мужчину, а не на желании быть с приятным мужчиной, в которого они влюбились. Я понимаю, это как голдигерша, только наоборот. Я понимаю людей, которые говорят, что они получили по заслугам, но мне это не по душе. У вас нет чувства, что голдигерши этого заслуживают? Вы не смотрите на это в таком свете? Они знали, на что шли. Это зависит от ваших намерений. Зависит от того, как вы это подаете. Есть девушки, которые не скрывают, что хотят найти себе богатого мужчину. Если бы они им уврали о том, почему он им нравится, но если вы ничего не скрываете и говорите прямо, чего хотите, то это не преступление. Я думаю, потому это интересно, потому что это вопрос морали и этики. Как быстро выучить английский? С онлайн-школы Skyeng, где бы вы ни находились, язык не проблема. Обучаем важные лексики для реальной жизни, от похода в магазин до вызова врача. Опытные преподаватели, гибкое расписание и множество спецкурсов английского для профессиональных целей. Со Skyeng можно учить английский в любой непонятной ситуации, а со SkySmart дети выучат языки и другие школьные предметы. Учитесь всей семьей. Получите план обучения и три урока в подарок по промокоду Sky. Какой ваш любимый фильм или книга о мошенниках и аферистах? Мне не очень нравятся настоящие преступления. Мне нравится фильм «Большая игра» про покер Джессикой Чистейн. Я прочитал обвинительное заключение и купил вашу книгу. Вы понимаете, что вам предъявлено обвинение в организации подпольного казино? Молли, вы связаны с русской мафией? Ты дико рискуешь. Вы знаете, что кроме того, что вас называют Робин Гудом, многие также видят вас защитниц у прав женщин. Что вы можете об этом сказать? Как вам кажется, вы защищали права женщин? Мне кажется, дело в том, что женщин судят гораздо более сурово, когда дело касается чего-то, что считается неприемлемым в обществе. Потому что все ждут от женщины, что она будет по-матерински заботливой, честной, поддерживающей. А когда вы не вписываетесь в эту роль, то реакция на это гораздо более жесткая. Потому что мужчины постоянно себя так ведут. Например, не хочу называть конкретных имен, но меня до сих пор спрашивают, сожалею ли я, а меня арестовали пять лет назад. Но никто не спрашивает всех этих мужчин, сожалеют ли они. Ко мне не относятся так же, как к остальным. В статьях про них пишут что-то вроде «Неудача в предпринимательстве – это нормально». И они могут двигаться дальше. А я чувствую себя так, словно женщины – это извечные жулики и мошенники. И тебя автоматически считают хитрой ведьмой. Иными словами, если бы на вашем месте был бы мужчина, то он бы не получил кредит в банке. Или нет? Не знаю. Но я думаю, что реакция была бы не… Я не думаю, что у кого-то это волновало так же сильно, как моя история. Реакция была бы другой. Не знаю. Сложно сказать, что бы было. Но я думаю, люди бы просто подумали «А, еще один парень». И это было бы совершенно ожидаемо и позволительно. Я думаю, это потому, что от мужчин такого ожидают. Мужчина до сих пор считается основным добытчиком. Считается, что он должен что-то придумать. А если у них не получается, то они просто пробуют что-то другое. Даже Адам Нейман, который был CEO компании WeWork, получил огромные инвестиции от Андерсен Хоровитс. Он уже переключился на что-то следующее. Не знаю. Если бы ко мне было такое же отношение… Есть ли какие-то женщины в истории, которые вас вдохновляют или которым вы симпатизируете? Не знаю, историческая ли это личность. Элизабет Холмс, в прошлом году ее судили. Ее история совершенно точно вызывает во мне отклик. Но это не историческая личность. Она наша современница. Я определенно вижу некоторые параллели в ее и моей историях. Знаете, сколько мужчин потерпели неудачу? Но, вероятно, именно ей придется сесть в тюрьму. Про нее писали, что Элизабет Холмс оказала медвежью услугу всем женщинам. Мол, она теперь является живой эмблемой женщины, на которую все понадеялись, а она оказалась мошенницей. Она не эмблема чего-то. Она просто человек. Ее не следует использовать как эмблему чего бы то ни было. Она просто человек. Она никого, ни к чему не подстрекает. А кем-то из исторических личностей вы восхищаетесь? Мне нравится Сандра Дэй О'Коннор или судья Верховного Суда Рут Бейдер Гинсбург. Их роли важны, потому что это сферы, в которых исторически доминируют мужчины. Что вы думаете о Мерлин Монроу? Про нее так много писали, особенно в связи с новым фильмом. Мне кажется, она так сильно старалась построить себе новый имидж, отойти от образа соблазнительницы, но в итоге у нее не получилось. И если посмотреть на нее в реальной жизни, то она никогда не стремилась быть особо сексуальной. Но они взяли пару этих образов и в итоге полностью исказили весь ее нарратив. И она не прожила достаточно долго для того, чтобы успеть переписать эту историю. Мне кажется, ее историю во многом исказили. Вы знаете, когда я услышала вашу историю, я была очень впечатлена, потому что я живу в России, я знаю очень много богатых людей здесь. Еще я знаю много людей, которые все время крутятся, вертятся вокруг олигархов и получают просто гигантские деньги на свои проекты, миллиарды долларов, могут легко провернуть проект типа вашего, просто взяв деньги у богатого человека. Скажите, почему в связи с этим вы выбрали Америку? Может быть, Россия в этом отношении могла бы быть для вас более подходящим местом? Вы понимаете, о чем я? В России абсолютный взлет олигархов, и деньги разлетались на разные проекты разных людей, только так, при этом их никто не называл мошенниками. Это просто частные деньги. Вы приходите, рассказываете свою идею, и любой условный Роман Абрамович даст вам миллионы долларов. Вы могли бы уже два года держать свой фонд Анны Делви на Тверской. Вы говорите, что я бы имела больше успеха в Москве? Гораздо больше. Нет, на самом деле, быть с такими людьми, как, например, я не знаю про Нью-Йорк, но я знаю, что там очень много богатых бизнесменов, и вообще вот эта стратегия пойти в банк, получить кредит, вот это все. Знаете ли, это же реально большой риск. С вашим талантом убеждать, почему вы просто не выбрали кого-то богатого, чтобы получить частные инвестиции для вашего проекта. Ну, я имею в виду, что любой крупный магнат из Нью-Йорка был бы, наверное, счастлив, если бы вот такая умная девушка пришла и... Я думаю, что все так или иначе плывут по течению, и любой, кто дает себе деньги, хочет получить что-то взамен. И мне казалось, что если я возьму деньги в банке, я не буду чувствовать себя зависимой, ну, потому что банк никогда не скажет мне, что делать или как эти деньги потратить. У всех есть своя мотивация, и сложно действовать по-своему, когда тебя финансирует человек со своими собственными целями. Ни один человек, ну, конечно, если это умный человек, не даст вам денег и при этом позволит делать с ними все, что угодно. Не знаю. Уверена, было много способов все это провернуть, и, возможно, я выбрала не самый лучший. Но вот так все вышло. Как сейчас дела в Москве со всеми ограничениями? Ну, сейчас все, конечно, изменилось. Я, конечно, говорю о временах до 24 февраля. Да. Сейчас все олигархи под санкциями и без денег. Я просто тут читала статью про то, как они, как это называется, регистрируют свои яхты за рубежом, прячут их от арестов. Кошмар, конечно. Но я считаю только... Но я читаю только западные СМИ. А вы знаете какие-нибудь российские имена? Знаете кого-то, кроме Путина? Можете назвать каких-нибудь олигархов, бизнесменов, женщин, кого угодно? Знаете какие-то имена? Да, я вас помню с самого детства, это точно. Что вы про меня помните? Я помню, что вы были в этом реалити-шоу-дом. Мне было 15, когда я уехала, так что вам было, наверное... Мне сейчас уже 40, да. Это правда. Альберточ, это по-любому развод. Мы уже полтора часа едем. Ничего, скоро приедем. Еще мне потом спасибо скажешь. Ага, аж 10 раз. Еле деньги собрал. Кто тебе вообще про эту сырную царицу сказал? Не царицу, а сырную богиню Ксению. Знающие люди сказали, гурманы, не то что ты. К ней со всего мира люди сырые ее попробовать ездят. А ты два часа не можешь потерпеть. Все, приехали. Что? Она на древней арамейском говорит. Спрашивает, готовы ли мы к этому шагу. Сейчас она нам подберет сыр особенного вкуса. Си! Си, си! Баду! А куда она? Куда-куда? За сыром. О! Класс! Скорей бы попробовать. Не торопись. Я первый пробовать буду. Ага, еще что. Подождешь, тебе вообще лишние калории вредны. Костик, я шутить не буду. Вообще-то я деньги собрал. Что? Я думаю, что вы уже поняли, что никакая я не сырная богиня. Да и древнеарамейский я тоже не знаю. Так, две фразы выучил. Но сыр у меня и вправду вкусный, потому что я покупаю сыры white cheese from Жуковка. Это сыры с белой и голубой плесенью европейского уровня. И это не просто стандартная фраза из арсенала рекламщиков. White cheese from Жуковка действительно привлекают на производство технологов из Франции. Хотя настоящим любителям камамбера или бри хватит одного укуса, чтобы убедиться. Вся продукция от и до приготовлена в России. White cheese from Жуковка делают сыр из отборного молока, а технология устроена так, что он созревает на протяжении всего срока годности. А значит, постепенно меняет свой вкус. Например, лично я люблю пахучий сыр. Это значит, что лучше брать его с ранней датой. Кстати, в упаковке есть специальный вкладыш с инструкцией. Здесь сказано, как привести сыр к нужной вам консистенции. White cheese from Жуковка производят бри, камамбер, бресблю, рикотту, камбацолу, а недавно появился сыр с настоящим итальянским трюфелем. И самое приятное, по доступной цене. Импортозамещение, которое мы заслужили. Ладно, пойдемте, а то нас уже заждались. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Позвольте. Это того стоило. Расскажите мне, Анна. Да, этот проект навеки уже со мной. Расскажите мне о вашей истории. Вы посмотрели, изобретая Анна? Ее зовут Анна Делли или Анна Сурокин. Она либо немка и наследница крутого состояния, либо нищая. Обвинение безумное. Она воплощает все, что не так с Америкой. Я знаменитость. А ты! Анна Делли шедевр, девки. И пусть они все идут на... Я посмотрела только полчаса. Больше не видела. Я все время провожу здесь, в тюрьме округа Ориндж. И мне кажется, что какие-то эпизоды... Я не знаю, конечно. Это более театральная версия моей истории. Скажем так, сюжет был вдохновлен моей историей. Поэтому, конечно, далеко не все показано точно. И это развлекательный сериал. Так его и нужно воспринимать. Это же не документалка. Но мне казалось, что вы прочитали сценарий и даже вносили в него какие-то правки. Это так? Нет, конечно, нет. Я выступила как консультант. Мне отправляли вопросы, я на них отвечала. Но никаких творческих решений по конечному результату я не принимала. Ну, мне так казалось, потому что вас представили как настоящую героиню драмы. И в какой-то степени как жертву. Поэтому в фильме ваш персонаж выглядит прямо очень выгодно. Как вы считаете, исходя из 30 минут, которые вы посмотрели? Наверное. Даже не знаю. Я ведь никакого участия не принимала в создании этого персонажа. Поэтому, если вам понравилось, это замечательно. Может, она и правда похожа на меня настоящую. Видимо, именно так меня видела Шонда. Вообще, я слышала много разных мнений. И кто-то говорит, что меня представили пугающей, жутковатой. Местами даже жестокой. Я видела много разных отзывов. Но насколько сериал близок к правде? Например, та история с самоубийством, любовная история с парнем, который создал приложение Вейк. Насколько они правдивы? У меня был стресс, и я хотела уснуть. Мы вас реанимировали. Какое-то время держали на ИВЛ. Вам повезло, знаете ли. Многие сюжетные линии были добавлены просто для драмы, например. Я точно не совершала попыток самоубийства в комнате, отеле. Это вообще не про меня. Даже не знаю, как они это придумали. Что касается любовной истории, я ее почти не видела. Но, конечно, им нужно было добавить любовную линию. Самые интересные истории остались за кадром. Все-таки, любовная история с тем парнем имела место в реальности? У вас был роман с парнем, который создал бренд Вейк? Мы здесь. Получилось. За нас. Скажем так, у меня было несколько парней, поэтому, наверное, это сборный персонаж. Кстати, почему вы не выбрали такой вариант? Выйти замуж ради денег. Ведь вы красивая женщина. Я много раз была в Нью-Йорке, и там, честно говоря, это же обычное дело. Женщина-красавица с богатым мужчиной может добиться всего, чего хочет. Без всяких сложных схем. Почему вы не выбрали для себя такой вариант? Это тоже наложило бы на меня обязательства. А что, если я его разлюблю и захочу с ним расстаться? Это же мне придется искать нового парня, готового дать мне 30 миллионов долларов, ну, чтобы спокойно расстаться с первым. Это же такая головная боль. Да, но для меня удивительно, что вы никогда не использовали свое тело, свою сексуальную энергию в своих целях. Почему? Как так вышло? Ну, это же низко. Это почти проституция. Ну, не совсем. Если ты просто сексуальная девушка, дело ведь не только в сексе, дело еще в той сексуальной энергии. Можно флиртовать с человеком, дарить ему какую-то надежду, а потом на самом-то деле ничего не давать. Вместо этого я решила давать надежду финансовым организациям. Открой бесплатный счет для бизнеса в Альфа-банке и получай деньги за любые действия по счету. Хорошо, расскажите мне вот что. Почему вы тратили столько денег на своих друзей, за всех платили? Я думала про вашу историю, и ведь был тот момент, когда у вас реально были деньги. Почему вы их не оставили у себя на случай, если не сможете достать больше? Почему вы их так легко тратили? Мои отношения с деньгами до того времени складывались очень просто. Они всегда легко мне доставались. Поэтому я никогда не придавала им такого огромного значения. И по своему опыту я всегда знала, что у меня будут деньги, потому что у меня всегда получалось их достать. И так получилось, что некоторые из моих друзей мало зарабатывали. Работали в сфере обслуживания. И я знала, что им будет очень приятно, если, например, им не придется оплачивать какой-то счет. Это просто небольшие дружеские жесты. Деньги имеют огромное значение, если у вас их нет. Когда у вас появилась первая большая сумма денег, помните, как вы их достали? Даже не знаю. Мои адвокаты будут очень недовольны, если я отвечу на этот вопрос. Хорошо. Тогда расскажите вот что. Как вы заплатили своему адвокату? Ведь это стоит огромных денег. Откуда у вас эти деньги? У меня всегда в работе сразу несколько проектов. Да. Даже сейчас? Я всегда чем-то занята. Даже несмотря на то, что я в тюрьме, я все равно на чем-то работаю. Я не буду просто сидеть и бездельничать. Но я оплатила всех адвокатов сама. Родители мне в этом не помогали. Так, готов ли проект вашего фонда? Или, может, вы мечтаете, что, когда вас выпустят, вы переедете в Германию и продолжите им дениться? Я бы хотела остаться здесь, в Нью-Йорке. И нет. Я бы не стала продолжать тот проект, который задумывала пять лет назад. Я даже не знаю, что там сейчас происходит. Знаете, что случилось со зданием, которое я пыталась арендовать? Его передали, и там сейчас практически то же, что я задумывала. Это доказывает то, что мои планы было реально воплотить жизнь. Вот только это сделал кто-то другой. Не знаю. Со мной просто так много всего случилось за эти годы, что я даже не знаю, мне это больше не интересно. Просто вся эта идея частного арт-клуба кажется мне такой мелкой и незначительной. Я бы, наверное, хотела сделать что-то более масштабное. Как обычно американцы восприняли вашу историю? Присылали ли вам письма? Если да, что в них писали? Я получаю много писем. Много писем приходило на остров Райкерс. Много приходит и сюда. Люди, которые меня ненавидят, не стали бы писать письма. Они просто комментируют мои посты в Твиттере и Инстаграме. Но в основном пишут, что восхищают с моей уверенностью. Так что да, в основном это письма от фанатов. Так, у меня есть еще пару вопросов про сериал от Нетфликс. Правда или неправда? Расскажите об этой женщине, мисс Редфорд. Правда ли, что вы покупали дорогую одежду и расплачивались ее карточкой? То есть, как странные расходы. Мисс Редфорд ушла, но сказала, что вы добавите кое-что. Распишитесь в ее счете? Бергдорф Гудман. Итого 27 459 долларов 53 цента. Вообще-то, мисс Редфорд хотела, чтобы я взяла еще кое-что. Нет. То есть, это выдумка. Да. То есть, в реальности не было такого, что вы жили с вашим парнем в доме некой мисс Редфорд. Это неправда. Нет. Неправда. Ладно. Как насчет яхты? Правда ли, что вы целую неделю провели на яхте? Анна, какого хрена? Мы все уехали. Эн уехала пять дней назад, но сегодня ему позвонили с яхты. Вы все еще там. И я сказала, что это невозможно, ведь кто поселится на чужой яхте, когда был просто гостем гостя? И командует экипажем, будто своим... Талия, Талия, успокойся. Яхта стоит тут, и мы решили остаться на пару дней. Анна, убирайся с яхты. Нет. Такого тоже не было. Я проводила время на яхте, но точно не целую неделю. То есть было такое, что вы остались на яхте на пару дней дольше, чем все остальные? Не знаю. Такого точно не было. Я не смотрела сериал, но в моей жизни такого не было. Последняя история, которая меня удивила, связана с частным самолетом. Будто вы арендовали самолет и куда-то на нем полетели, но с вас не взяли денег, потому что им позвонил какой-то большой начальник и сказал, сделайте то, что она просит. Было такое или нет? Классный самолет, Анна. Спасибо, что подвозишь. Пустяки. Вы все равно туда ехали. В компании веселее? Мисс Делви? Мисс Делви! Мисс Делви! Что? Простите, ваш перевод не пришел. Проверьте системы. Перевод был выслан. Но? У меня встреча. Поговорите с Роном. Да, это правда. Это было одним из моих обвинений в суде. Значит, это правда. Остальные истории выдумали. Но в этом нет ничего ужасного. Просто они не рассказывают обо всем, за что я заплатила. И выносят на публику единственный раз, когда я им заплатила, будто это настолько возмутительно. Мне кажется, это показывают вне контекста. И вообще, если ты заплатил за сто вещей и не заплатил всего за одну, что в этом плохого? Ну, знаете, что меня больше всего удивляет в этих историях? Вы ведь знали, что рано или поздно все раскроется. Зачем так поступать? Ну, то есть, я понимаю, когда ты берешь деньги, или кто-то оплачивает тебе шикарный отель или яхту, потому что богатые, правда, не считают деньги, и если им нравится человек, они готовы на него тратиться. Но здесь, например, в истории с самолетом, вы ведь знали, что рано или поздно все это выйдет на поверхность. Я думала, что с моим проектом все получится. Я смогу заработать денег и все верну. То есть, я не просто неслась куда-то без оглядки, у меня было решение на случай, если ничего не получится и все просто рухнет. Я бы никогда не взяла деньги, чтобы просто с ними испариться. Ни при каких обстоятельствах. Это касается и остальных моих обвинений, например, со стороны банков. У меня никогда не было намерения оставить людей без денег. В конечном итоге у меня всегда был план, как их вернуть. Давайте поговорим... Даже сейчас они... Хорошо. Пока они денег не увидели, так или иначе. Я не вернула им деньги. Так я и попала в тюрьму, но... Давайте поговорим о вашем тюремном заключении. Вы упомянули, что многому научились в тюрьме. Чему, например? Я бы сказала, что тюрьма – это тоже общество, но меньшего масштаба. То, что происходит, своего рода большой социальный эксперимент. Здесь ты встречаешь самых разных людей, и с ними приходится находить общий язык. Ты не можешь просто уйти. Мы попали в одну и ту же ловушку. Я никогда раньше не встречала людей, подобных тем, что сидят в тюрьме, причем из самых разных слоев общества. Ты узнаешь их историю, что с ними произошло, к чему привели их поступки. В какой-то степени это открывает глаза на некоторые вещи. Все мое окружение, а я поездила по миру. Все мои друзья, все они одного типажа. Это были люди науки, искусства, моды. А здесь все очень по-другому. Что еще? Не знаю. Просто приходится учиться находить общий язык с людьми, наблюдать за тем, как они себя ведут. Я здесь не бываю одна. А вас считают звездой? Знают ли в тюрьме о деле Анны Делви? Что они думают по этому поводу? Какова их реакция? Конечно, они знают. Особенно сейчас, после сериала на Нетфликс. Я бы сказала, что меня подбадривали. У них и самих за плечами криминальное прошлое. Очевидно, что преступления других людей их немного ободряют. Как-то мне даже сказали, дай пять. И я подумала, господи, что это за правду? В России мы мало что знаем об американской тюрьме, как вы понимаете. О тюремных заключениях в России мы знаем много. Они ужасны и часто сопровождаются насилием. Не могли бы вы, пожалуйста, рассказать немного подробнее о тюрьме в Америке? Каково это, быть там заключенной? Как все устроено? Я побывала уже в семи тюрьмах, если правильно помню. Все это по одному делу. Сначала меня экстрадировали из Лос-Анджелеса, но нужно было подождать, пока меня заберут. Там я провела около трех недель. Около 20 месяцев я провела в тюрьме Райкерс. Еще я была в исправительной колонии округа Бетфорд. Затем меня перевели в тюрьму Альбиона. За нарушением миграционной политики я попала в тюрьму округа Берген. Потом меня вернули сюда. Как мне показалось, учреждения между собой отличаются, но принцип работы остается тот же. А вы слышали что-нибудь о тюрьме Райкерс? Она очень известна. Я, честно говоря, о ней ничего не знала, пока сама туда не попала. Это известная тюрьма, ее можно сравнить с Нью-Йорком. Она занимает целый остров. Даже не знаю, мне ведь не с чем сравнивать, к счастью. Больше нигде в мире я не сидела в тюрьме. Надеюсь, мне и не придется. Не представляю, что бы вы хотели узнать. Я недавно прочитала ваши советы о том, как выжить в тюрьме, и они были довольно ироничны. Насколько я понимаю, вы придерживаетесь мнения, что тюремное заключение не меняет людей. Что вы хотите этим сказать? Да, я так и считаю. На последнем слушании это довольно активно использовалось против меня. Они говорили, ей все равно, что она сидит в тюрьме. Как мне кажется, сама идея, само тюремное заключение зачастую меняет человека в худшую сторону. Человека лишают свободы, это все, что они делают. Никто не разговаривает с ним, не разбирается, почему он поступил так или иначе, что бы подтолкнуло его совершить преступление. Как можно все это исправить в будущем? Такого попросту не бывает. Мне, скажем, нужно разобраться, нужна рефлексия в частном порядке. Слушают человека и спрашивают о том, раскаивается он или нет, только тогда, когда он идет на комиссию по условно-досрочному освобождению. То есть в самом конце. Вот что я имела в виду. В этой системе есть над чем поработать. Я не хочу сказать, что мне все равно, что тюрьма – это клеймо, а время, проведенное здесь, не имеет никакого значения. Это плохо. Есть способы, как систему можно улучшить. Для большинства людей когда-то настанет момент, когда они покинут тюрьму, и им придется возвращаться в общество. Они либо заново интегрируются, либо станут абузой для своих семей, либо же они снова ступят на путь преступлений, потому что им придется как-то зарабатывать на жизнь. Общество не дает им шанса. Им приходится так или иначе выживать. Вот в чем заключается мое мнение на этот счет. Если это улучшить в этой ситуации, как сделать систему лучше? Лишить человека свободы – довольно радикальная мера. Ты буквально зависишь от всех. Ты ничего не можешь сделать для себя. Мне кажется, это плохо. А твои друзья и семья наказаны вместе с тобой. Например, за наш текущий разговор я должна заплатить, потому что мне ничего не разрешается делать для себя. Если мне нужна какая-то книга, то я вынуждена попросить кого-то прислать мне ее. Это ведь и не жизнь вовсе. Ты совершенно не самостоятелен. Тебе не нужно платить аренду за жилье, и что бы ни случилось, ты получишь свою бесплатную еду. Тем не менее, это не тот урок, который хочется преподавать тому, кто совершил преступление. Если говорить о тюремных буднях, можете ли вы выбирать, что будете есть, или просто получаете то, что положено? Разрешено ли вам мыться каждый день, или такие процедуры предусмотрены раз в неделю? Можете ли вы рассказать немного подробнее о каждодневной рутине в американской тюрьме? В тюрьме есть магазин. В теории можно купить себе еду, но за нее нужно платить. Здесь есть автомат с разными снеками. Нас обеспечивают завтраком, обедом и ужином. Я никогда не ела тюремную еду. Она отвратительна. Ненавижу то, что они дают. А можете привести пример, что за еда это может быть? Я вегетарианка. Мне дают рис и бобы. По ощущениям, три раза в день. Одно и то же. Картошка и бобы, рис и бобы. Я просто отдаю свою еду кому-нибудь. Что еще? На завтрак могут дать кашу. Никаких овощей или фруктов. Все довольно однообразно и не меняется от учреждения к учреждению. Еда ужасна. Много углеводов. Хлеб и рис три раза в день. Такая еда стоит дешево. Нам просто дают баночные консервы. Продукты в магазине всегда лучшие. Я часто ем смеси сухофруктов. Все мы помним о модных показах ваших в ходе судебного процесса. В сериале от Netflix на это выделено немало времени. Правда ли, что стилист подбирал особую одежду? Правда ли, что из тюрьмы вызванили стилисту и просили вам специально выбрать луки? Кто твоя знакомая, стилист рэперов? Наташа. Да. Ты думаешь о нарядах для суда? Я думаю о чем-то деловом, но о молодежном и кокетливом. Да, одежду мы брали на прокат. Я ее не покупала. Так что потратила меньше денег, чем если бы пришлось ее купить. Сэкономила. И зачем вы это делали? Вы хотели произвести какое-то впечатление? Я думаю, что одежда – это то немногое, что ты можешь контролировать во всем этом процессе. Поэтому да. Я просто хотела почувствовать себя комфортно. Очень тяжело идти на слушание дела, если ты находишься под арестом. Тебя увозят из тюрьмы в 7 утра и не привозят обратно до 10 вечера. И я просто не могла одеваться каждый день одинаково. И на слушание приходилось ездить каждый день в течение двух недель. Это очень тяжело. И там все такое грязное. Машины грязные, скамейки грязные. Абсолютно все грязное. И одежду негде постирать. Поэтому, конечно, я надевала каждый день новое. Да. Мне просто хотелось хоть как-то контролировать происходящее. Хотя бы в вопросе выбора одежды. Это та мелочь, на которую я могла оказать хоть какое-то влияние. Какое впечатление о себе вы хотите оставить сегодня? Я бы хотела отойти от всей этой преступной истории. И я надеюсь, что люди дадут мне шанс показать, что во мне есть не только хитрость и лицемерие. Я бы просто хотела направить свою творческую энергию на что-нибудь законное. И надеюсь, что смогу извлечь урок из этой ситуации. Но, насколько я понимаю, вы не считаете вашу ситуацию какой-то преступной аферой. Для вас это больше какой-то опыт. Может, как вы сами говорите, полезный даже. Не знаю. Какая-то ситуация, которая случилась в вашей жизни и сделала ее особенной. Я видела много ваших интервью, и во всех вы как бы на это намекаете, мол, это просто новый для вас опыт и очень интересный. У меня не было другого выбора, кроме как отправиться в тюрьму. Я считаю это жизненным уроком. И уж, конечно, я бы не хотела провести в тюрьме еще больше времени. И я бы не стала повторять этот опыт, но я не могу к нему относиться иначе. Если я не могу ничего контролировать, я должна, по крайней мере, извлечить ситуацию урок. И у меня никогда не было таких плохих намерений, что вот я сейчас наебу этих людей, и все. Они уже не увидят своих денег. И это, по сути, определение мошенничества. Это значит, что вы намеренно хотите лишить кого-то их собственности или денег. И у меня таких целей никогда не было. И апелляция по моему уголовному делу все еще на рассмотрении. Это еще одна причина. И я не знаю, следите ли вы за политической ситуацией в Америке, но на Трампа подали в суд почти за то же самое, что и меня, за предоставление банку неверной информации о своих доходах. Он завышал стоимость своего имущества, чтобы получать кредиты в банках на более выгодных условиях. И в правых СМИ пишут, что банки – это такие сложные финансовые организации, почему их должно волновать, что пишет Трамп в своих документах. Они просто делают свою работу. В этом нет ничего ужасного. Никто же не пострадал. И в моем случае было так же. Меня обвинили в том, что я использовала документы с завышенной суммой залога. И меня отправили в тюрьму на срок от 4 до 12 лет. Но Трампа пытаются оправдать. Да, я знаю, что вы даже написали Дональду Трампу письмо, так что я не удивлена, что вы о нем заговорили. Ведь вы написали целое обращение. Насколько я понимаю, вы не поддерживаете Трампа. Но знаете, многие люди в России, например, считают, что если бы Трамп сейчас был у власти, конфликта между Россией и Украиной могло бы и не быть. Я как раз хотела спросить, как вы относитесь к войне. Вы ведь в Москве сейчас? Как там сейчас ситуация? Просто я читаю только западные СМИ. Мне тоже так странно об этом думать. У меня есть младший брат. Ему сейчас 18. И если бы мама не уехала из Москвы, его бы сейчас забрали служить. Просто кошмар. Да, все это ужасно и кошмарно. Да, ситуация становится все хуже. И, конечно, я против того, что происходит, как и все либеральные журналисты, которые здесь еще остались, несмотря на жесткую цензуру. Но даже люди, которые против этого конфликта, осознают, насколько большой роль играет Америка. Потому что США поддерживают сторону Украины и имеют большой вес в геополитике. Ну ладно, вы не поддерживаете Трампа, насколько я понимаю, вы бы не стали за него голосовать. Верно? Нет, нет. Что вы думаете о нынешней политике США? Или вы этим не интересуетесь? Вы читаете что-то об этом? Вы имеете в виду по поводу войны в Украине? Ну, обо всех событиях, происходящих в мире, и об Украине в том числе. Да, я довольно много читаю новостей. У меня есть планшет, на нем установлены новостные приложения. Я читаю USA Today, Times, Forbes, New York Post, Wall Street Journal, New Times. У меня было много времени, чтобы почитать новости. Было очень интересно наблюдать, как разворачиваются события. Безусловно. В Украине сейчас происходит нечто совершенно чудовищное. Здесь Байдена критикуют за то, что он не действует жестче. А Трамп пишет, что, мол, будь он президентом, до войны бы никогда не дошло. Я не знаю. Я не политик, но самое ужасное, что сейчас стороны перешли к угрозам применения ядерного оружия. Не знаю. За происходящим даже наблюдать страшно. Я думаю, он решит использовать тактическое ядерное оружие. Да. такое может быть. Мы все этого боимся. Расскажите, вы помните что-нибудь из детства в России? Я знаю, вы жили в Домодедово. Это совсем рядом с нами. Остались у вас какие-то вспоминания о Домодедово? Да. Это был маленький тоскливый городок. Зато там хороший аэропорт. У моих родителей есть квартира и в Москве, но в школу я ходила в Домодедово. Мы жили в небольшом домике. Помню, что в детстве у меня не было ни минутки свободной. Я вечно была на каких-то кружках. Занималась французским, танцевала, играла в теннис, училась в школе. Потом я переехала в Германию. В моем детстве никаких особо ярких событий не было. А вы ощущаете, что к вам проявляют такое отношение потому, что вы русская? Естественно, в Америке отношение к россиянам несколько изменилось из-за этого конфликта. Вы это ощущаете на себе? Чувствуете, что люди к вам относятся непросто, как Канни Делви и ее громкому делу? Но еще и говорят, а ну, все понятно. Это все потому, что она русская. Вполне очевидно и логично, почему она мошенница. «Суиндло» или что-то. Нет. Лично я на себе ничего такого не заметила. Если бы что-то такое произошло, я бы знала. Меня скорее знают как богатую наследницу из Германии. Именно так меня и прозвали. Даже не знаю. Нет. Я не замечала ничего из того, что пишут в СМИ. Никто мне в лицо ничего такого не говорил. Но у меня довольно ограниченный поток информации. Я не заметила к себе подобного отношения. В своем интервью «60 минут» вы заявили, «Мне плевать, что вы обо мне думаете». Это ваша цитата. Мне не нужно ваше одобрение. Я просто хочу произвести на вас впечатление. Какое именно впечатление вам хочется произвести? Мне кажется, что вам как будто бы нужно чужое одобрение, потому что вы так или иначе хотите кого-то впечатлить. Вам не кажется, что здесь есть какое-то противоречие? Я в последнее время очень много давала интервью в СМИ. Думаю, вы можете отследить. Я таким образом осмысливаю все, что сделала. Все мои слова задокументированы. Люди обычно ведь ищут одобрение других. Не знаю даже. Я просто пытаюсь жить жизнь так, как я хочу. А пресса может писать все, что им там захочется. Для них ты всегда будешь то хорошая, то плохая. Я не склонна оценивать себя через призму того, что пишут в СМИ. Что обо мне думают люди? Это не совсем про меня. Но это довольно непросто. Все проходит рано или поздно. Все веяния и тренды однажды устаревают. Люди постепенно начинают про тебя забывать. А потом вдруг что-то происходит и про тебя снова все пишут. Сегодня мне может прийти 10 сообщений, а завтра уже 200. Чтобы сохранять душевное здоровье, лучше ограждать себя от людей, которые вообще не в курсе ситуации. не в курсе ситуации. Да, но скажите честно, это очень отравляет жизнь. Скажите мне, вы питаете отвращение к людям из высшего общества Нью-Йорка, которые дружили с вами, потому что вы были наследницей? Вокруг вас было множество тайм, они хотели ваших связей, денег и так далее. Вы не питаете к ним отвращение? Не презираете их за это? Да, да, я бы так не сказала. Это очередной миф, что якобы я притворялась той, кем на самом деле не являлась. Я никому никогда не рассказывала, сколько у меня на самом деле денег и чем я занимаюсь. все, кто со мной дружили, просто хотели верить, что все это было по-настоящему. Что греха таить? Я интересная личность, люди бывают разные, среди богатых тоже есть и глупые, и умные, и очень интересные. Наличие денег никак не определяет, насколько ты классный и интересный. Влюблялась ли когда-нибудь Анна Делви по-настоящему? Да, но это продлилось недолго. Наверное, я все-таки до сих пор жду свою настоящую любовь. Ладно, давайте поговорим о ваших планах на будущее. Что там с Анна Делви Ти Ви? Мы пытались туда попасть, но, как я поняла, оно не работает. Вы планируете там что-то еще делать? Это просто была шутка. Почему-то все поверили. Я сейчас снимаю свой собственный документальный фильм. Отсюда я особо ничего сделать не могу, но определенно это будет скорее долгосрочный проект. Для меня это способ контролировать то, что обо мне говорят. Ты никогда не знаешь, когда с тобой произойдет что-то интересное. я пыталась снимать все, что можно в первой неделе после выхода из тюрьмы. Все в свои первые встречи с людьми, съем жилья. Я просто документировала все, чтобы потом из этого можно было бы что-то сделать. И я не хотела, чтобы кто-то что-то вырезал из фильма по своему усмотрению. Для меня это скорее история про контроль. Не знаю, когда я выпущу проект, через год, через два, через пять лет. Я хочу вам зачитать еще одну цитату. Ваш бывший друг Эл Ди отзывается о вас так. Она была злая, всех называла плебеями. Она из тех людей, кто ходит в ночной клуб в солнцезащитных очках. Я никогда так не делала. Никогда так не делали? Нет. Вы видите, я сейчас сижу в очках, но это для меня не просто модный аксессуар. У меня правда плохое зрение. Я хочу сделать лазерную коррекцию зрения, но я под арестом. Обычно я ношу линзы. У меня в целом не очень хорошее зрение. И уж точно я не ходила в темных очках в клуб. Как вы можете прокомментировать фразу о том, что вы злая и всех называете плебеями? Не знаю. Я такого не помню. Это просто чье-то мнение. Я не могу с ним спорить. Если человек так думает, значит, так оно и есть. Я даже не помню, кто это, если честно. Ясно. Что вы думаете о Рейчел? Это героиня сериала на Нетфликсе. Вы воспринимаете это как предательство с ее стороны? Я жалею, что встретила Анну. Я бы такого никому не пожелала. Это худшее, что случилось со мной. Не знаю. Я о ней в принципе не думаю. Она тоскливая, двуличная. Ей никак не дает покоя история, раз она до сих пор говорит, какая я ужасная. Она связалась с моим адвокатом. хотела написать со мной книгу в соавторстве. А сама в это время настаивала на том, чтобы против меня завели новые дела. Для меня это полнейшее двуличие. Мне кажется, ей должно быть неловко, что она так наживается на моем имени, пытаясь меня очернить. поднимать. Вам это так представляется или нет? Или вы понимаете причину ее поступка? Наверное, моя главная ошибка была в том, что я считала этих людей одинаковыми. Это была неприятная ситуация. Я сказала ей, что отдам ей деньги, но не сделала этого. Но не сделала не специально. У меня никогда не было злого умысла. Я не обманывала ее намеренно. Просто так получилось. Меня в итоге оправдали. Я никогда не гордилась этой ситуацией. Просто так произошло. У меня ощущение, что она меня подставила, чтобы меня арестовали. Меня в любом случае арестовали. С ее подачи или нет. Обвинения, по которым мне грозит срок, вообще не имеют к ней никакого отношения. Исход все равно был бы тот же. Я ни в чем ее не виню. Пускай это будет на ее совести. Ей с этим жить. Знаю, ей не очень приятно, что Netflix ее представил в таком свете. Поэтому она теперь с ними судится. Она все равно проиграет. И я уверена в этом на 100%. В любом случае, я желаю ей всего самого лучшего. Пускай она это уже забудет и живет дальше. Почему по-вашему она проиграет на 100%? Потому что образ ее был передан очень точно. Очень многое было взято из записей суда по уголовному делу. Когда ты подаешь на кого-то в суд по уголовному делу, это становится всеобщим достоянием. То есть это не то, что тебя узнают только в определенном кругу. Она не могла доказать, что не подставляла меня. Не смогла она это объяснить и в своей статье в Ванни Ти Ферр. Она знала, что представляет не в лучшем свете. Сказала, что у нее было мало места, чтобы обо всем подробно рассказать. Тут очень много можно говорить и потом в каждой серии есть дисклеймер, где прописано, что некоторые события в фильме вымышленные. Это не совсем документальный фильм. Как насчет ваших отношений с отцом? Вам удалось наладить их, пока вы были в тюрьме? Потому что, если судить по сериалу, ваш отец, он любит вас, но он не понимает и не принимает вас. Он не участвовал в судебном процессе, он не появился в зале суда. Учитывая стресс, связанный с таким процессом, и особенно внимание прессы, передумали ли вы насчет личного присутствия? Я звоню, чтобы узнать, придете ли вы лично. Нет. Он говорит нет. Я понял. Удалось ли вам наладить отношения, пока вы были в тюрьме? Полагаю, да. Я поддерживаю отношения с родителями. Мне нравится звонить им каждую неделю, иногда дважды в неделю. Правда? Вы созваниваетесь с отцом, а он приезжал к вам хоть раз? Мы общались, когда я звонила ему. В последнее время отношения стали лучше. Я думаю, что они не могли мне как-то помочь, пока шел процесс, потому что я была либо в тюрьме, либо в автобусе по пути в суд, или я в зале суда. Не особо важно, кто именно сидит в зале суда. У тебя все равно нет возможности как-то пообщаться с этими людьми. Единственное, что могло бы иметь значение, если бы они стояли снаружи. Если бы не та группа поддержки, у меня вообще не было бы возможности общаться хоть с кем-то. То есть я хочу сказать, что у меня всегда были свои цели и свое видение того, как я хочу прожить свою жизнь. И они сильно отличались от взглядов моих родителей. Но это не означает, что сейчас мы не разговариваем друг с другом. Знаете, психологи говорят, что все идет из нашего детства. Можете ли вы сказать, что многие вещи, которые вы совершали, вы делали для того, чтобы что-то доказать своему отцу, что между вами были какие-то неразрешенные психологические конфликты, которые толкнули вас к этому амбициозному проекту? Я не знаю. Может быть. Я не знаю. Я не психолог. Очень сложно анализировать себя с точки зрения психологии. Возможно, нечто подобное и происходило. Может, я и хотела доказать свою значимость. Хорошо. Каковы ваши планы после выхода на свободу? Насколько я поняла, вы уже отбыли положенный срок наказания, но теперь вас должны депортировать в Германию. Я знаю, что вы этого не хотите. Расскажите, на каких основаниях вы сейчас находитесь в США, какова ваша цель и какие у вас планы? Пару недель назад у меня были слушания. Сейчас я жду решения. Это были слушания о залоге. Посмотрим. Им сложно установить степень моего раскаяния. Они могут назначить его или отказаться в назначении. Надеюсь, что меня выпустят в Нью-Йорке. У меня сейчас много проектов, над которыми я работаю. Посмотрим. очевидно, что сейчас сложно строить какие-то планы, потому что я не знаю, освободят ли меня к концу этой недели или этого года. Но меня окружает прекрасная команда. Они помогают мне все организовывать. Как много человек сейчас работают на вас? 20, 25. 20? О, но это достаточно много. как вам удается все это содержать? Это же большая группа людей. Я зарабатываю деньги, даже находясь в тюрьме. Итак, заключительный вопрос. У нас есть своего рода Блиц. Вы знаете, кто такая Мария Антуанетта? Да, я знаю. очень экстравагантная королева. Я выбрала ее, потому что я знаю, что вы писали эссе о Марии Антуанетте. Да, это так. Я даже сделала в честь нее татуировку, когда мне было лет 19. Вау, это просто бинго. Я прочитала ваше эссе, и я также прочла дневники Марии Антуанетте. Есть несколько вопросов из этого дневника, которые я бы хотела с вами обсудить. Итак, вопросы из дневника Марии Антуанетте. Это как бы Блиц, можете отвечать очень коротко. Какой вы друг? Ну, полагаю, я веселая и стараюсь быть заботливой. Окей, в потенциальном возлюбленном, что бы вы искали прежде всего? Наверное, кого-то, кто поймет меня. Что стоит на первом месте в списке ваших приоритетов? Держать все под контролем. Как люди называют вас у вас за спиной? Фальшивая наследница. И мне кажется, они это не только за спиной говорят, а просто в открытую. Если бы вам удалось добиться покровительства влиятельного человека, что бы вы сделали в первую очередь? Я бы вышла из тюрьмы. Назовите одно свое качество, которым вы не гордитесь. не знаю, мне кажется, их много. Я люблю все контролировать. Хорошо. И последний вопрос. Чему бы вы обязательно научили своих детей? не не надо нарушать закон. Ну что, звучит отлично. Спасибо огромное, мы завершаем интервью. Могли бы вы, прежде чем мы закончим, оценить мой внешний вид и высказать критику в адрес того, как я одета? Потому что из сериала Netflix мы знаем, что вы часто говорите журналистам, ты толстая, одета ужасно. так что можно я вот сейчас встану и вы прям не бойтесь меня обидеть, прокомментируйте. В России, знаете, многие считают, что у меня есть вкус, может быть, вам есть что сказать о моем образе, как вы считаете. Мне нравится ваша подвеска Кортье. Это Кортье? Выбор цвета одежды весьма похож на униформу. Подражаю Зеленскому. Это бренд Атикол. Атикол? Да, что-то слышала. Вы помните что-нибудь по-русски? Любое слово. Круто, классно, привет. Я просто не говорю по-русски. Но я понимаю русский. Если вы начнете говорить со мной по-русски, я пойму. Что вы хотите, чтобы я сказала? Даже не знаю. Я никогда не использую русский язык. Скучаете по России? Нет, не очень. Ну, да, сейчас не лучшее время, наверное, сюда приезжать. А какой помните России? Три слова, которые ассоциируются с Россией у вас? Это вкусно. О, боже, я не знаю. Моя мама часто говорит по-русски, и она пытается научить моего младшего брата. Он вырос в Германии. в английском так не скажешь. Ну, тупой, глупый. Отличная фраза от мамы. Хорошо, когда мама так говорит. Анна, спасибо вам большое, спасибо за это интервью. надеюсь, может быть, когда-нибудь увидимся с вами на свободе в Германию. Я ради этого выучу немецкий. Скажу да, с фантастикой к вам приеду. Спасибо вам большое. Спасибо тебе. Спасибо. Bye, пока. Субтитры сделал DimaTorzok